В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Лена Эпштейн. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Приволжский окружной военный суд признал виновными участников террористической группы Азамата Ижбаева, Загиржона Парпива и Асму Шарипову, которые планировали взорвать автобус с пассажирами в Уфе. Двое будут отбывать наказание в колонии строгого режима 16 и 13 лет, пенсионерка Шарипова 10 лет в колонии общего режима. Кроме того, на участников группировки наложили штрафы в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Напомню, в апреле прошлого года сотрудники УФСБ и МВД Башкортостана задержали Ижбаева, который намеревался доказать свою приверженность идеям запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и совершить подрыв автобуса. Тогда же и было заявлено о предотвращении теракта. В ходе обыска у него обнаружили вещества для изготовления самодельного взрывного устройства, оружия, боеприпаса и взрывчатку. Уже после вышли на сообщников. Власти Башкортостана освободили от налога на имущество инвесторов, реализующих проекты на условиях концессии и соглашения о государственно-частном партнерстве с правительством республики. Норма распространяется на соглашения, подписанные с 1 января 2017 года, сообщили в Минэкономразвитии республики. В их числе пять проектов по развитию общественной инфраструктуры региона на общую сумму более 34 миллиардов рублей. Это восточный выезд из Уфы, пансионат в Мишкино и три концессионных соглашения по водоснабжению в городах Бирск, Октябрьский и Федоровском районе. Данная форма в принципе она привлекательна для инвестора тем, что республика участвует в таких проектах как минимум предоставлением имуществом либо земельного участка для строительства объекта недвижимости. И в том числе ряд проектов предусматривает финансовую часть республики. В свою очередь государство получает предоставление инвесторам ряд услуг, которые относятся к обязательствам государства. Также в Башкортостане до трех лет продлили налоговый период для приоритетных инвестпроектов от 100 миллионов рублей. Кроме того, срок подтверждения капитальных вложений при определении объемных налоговых льгот по проектам свыше пяти миллиардов увеличили от пяти до десяти лет вместо прежних трех. Полностью норма заработает с 1 января 2018 года. Компания Башавтотранс выставила на продажу здание северного автовокзала Уфы. Начальная цена лота свыше 83 миллионов рублей. Шаг аукциона 830 тысяч, сообщает коммерсант Уфа. В составе лота здание автовокзала, две платформы, эстакада, подпорная стенка, ограждение и площадь. В общем, более 7,5 тысяч квадратных метров. Торги назначены на 15 января 2018 года. Башавтотранс – крупнейший государственный перевозчик республики. Стоимость чистых активов – около 1 миллиарда 300 тысяч рублей. Шеф-редактор телеканала РБК Уфа Кирилл Кукош победил в конкурсе на лучшие освещения года экологии в Башкортостане. Церемония награждения прошла в Уфе. В рамках Всероссийского экологического форума «Комфортная среда. Экология законодательства». Специальную номинацию для журналистов инициировала депутат Госсобрания Республики Руфина Шагапова. Дипломы вручила известная российская журналистка и телеведущая, главный редактор телеканала «Живая планета» Мария Маргун. Если говорить об экологии, для нас, как журналистов, это всегда очень сложная тема, потому что нереально найти человека у нас сегодня, кто открыто и честно скажет про это. К счастью, у нас это получается. Есть такие люди, которые дают нам комментарии, объективные комментарии, которые потом подтверждаются спустя какое-то время. Также в числе награжденных представителей ведущих СМИ Республики. Ленар Менгазов, главный редактор независимой уральской газеты, Равиль Ватолин, телеканал БСТ, Гузель Хурматова и Ярослава Феоктистова, телерадиокомпания «Башкортостан», Екатерина Тимиряева, сайт «Горобзор.ру», Александр Шушпанов, газета «АИВ Башкортостан» и другие. Нам очень приятно, что в год «Экология» редакцию независимой уральской газеты отметили, в том числе и меня. Награду мы получили за большой такой сюжет, репортаж о белых морях в Сиральтамаке. Белые моря – это одна из самых главных экологических проблем Республики. И когда журналисты обращают на нее внимание, а журналистов, в свою очередь, благодарят за их работы, это, конечно, очень приятно. Организатор общероссийского экофорума – Башкортостанское отделение Ассоциации юристов России. Масштабное событие состоялось 2 декабря, в канун Дня юриста. В его работе приняли участие более 400 человек. На этом пока все. Главные новости региона ищите на сайте rbc.defisufa.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова